Все лентяи хотят быть кошками, потому что эти животные 70% своей жизни проводят во сне. С вами профессор Гуглов. Мы начинаем. Поехали! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а то пропустите интересные ролики. А если ты хочешь выиграть 1000 рублей, как предыдущий подписчик, просто поставь лайк под этим видео, оставь комментарий, и если он не наберет лайки, ты победитель. Вы знаете, что такое кома? Кома – это один из видов нарушения сознания, при котором у человека полностью отсутствует контакт с окружающим миром и психическая деятельность. Он не реагирует на внешние раздражители, свет, звуки и может оставаться в растительном состоянии очень долгое время. Но иногда происходит чудо, и тогда такие люди просыпаются. О 10 людях, вышедших из самой долгой комы, я и расскажу вам в этом видео. Начнем с Гэри Доэрти. Он работал полицейским. В 1988 году мужчина приехал по вызову, и на него напал пьяный мужчина и выстрелил в голову. После этого Гэри впал в кому и 7 лет провел в центре для инвалидов. Но в 1996 году, после того, как мужчина перенес длительную операцию, он внезапно проснулся и начал без остановки говорить. Он смог вспомнить о своей семье, друзьях и даже лошадях. К несчастью, на следующий год Гэри умер. Чудесное воскрешение. В 2009 году женщина впала в кому после рождения ребенка, девочки. Из-за начавшегося воспаления у нее началось заражение крови, что и стало причиной комы. Она находилась в растительном состоянии 7 лет, пока однажды не очнулась, чем немало шокировало докторов. Можно сказать, что женщина вернулась из мертвых. Взгляните на это фото первой встречи матери и дочери. Конечно, процесс восстановления займет много времени, но по крайней мере, эта женщина сможет увидеть, как ее дочь растет. Мужчина, вышедший из 7-летней комы. Это очень необычный случай. Мужчина из Южной Африки на протяжении 7 лет, находившийся в коме, очнулся, когда врач дал ему снотворные таблетки. Это произошло в 2005 году. Мужчина попал в серьезную автомобильную аварию, в результате чего получил серьезные травмы мозга. Его жена не отказалась от него, она постоянно просматривала информацию о коме и однажды нашла сведения о снотворных таблетках под названием Стилнакс и предложила врачам попробовать дать их ее мужу. Спустя 5 дней после введения лекарства мужчина и пришел в себя. Он даже смог узнать свою семью и заговорить. Мальчик-призрак Мартин Бисториус провел в растительном состоянии 12 лет. Доктора делали прогноз, что он умрет и что его умственные способности будут равны способностям двухлетнего ребенка. Но по словам Мартина, когда спустя 2 года он очнулся полностью парализованный и не в состоянии говорить, он мог понимать все, что с ним происходило и все, что говорили и делали окружающие, но никак не мог на это отреагировать. Он как будто был заперт в своем теле, словно он был мальчиком-призраком. Наконец, 12 лет спустя после того, как он впал в кому, он смог начать общаться с помощью компьютера и начать передвигаться с помощью электрического инвалидного кресла. Джейсон Дьерлен Проведя 16 лет в коме после того, как он получил травматическое повреждение мозга, Джейсон смог очнуться и начать жить как обычный человек. Теперь у него есть цель – показать людям, что жизнь нужно ценить, и что о теле нужно заботиться, и что нужно проживать каждый день так, как будто он последний. Мужчина, который провел в коме 19 лет Терри Уоллесу было всего 19 лет, когда его грузовик внезапно съехал с дороги и упал в ручей с высоты 7,5 метров. Юношу нашли 24 часа спустя. У него была сломана шея, он был парализованный, впал в кому. Терри поместили в реабилитационный центр, где его каждую неделю навещала семья. Во время одного из таких посещений он открыл глаза и заговорил. Терри получил обширное повреждение головного мозга, из-за чего его кратковременная память работала очень плохо, и он продолжал думать, что сейчас 1984 год. Еще один человек, проведший в коме 19 лет. Ян Гржепский впал в кому после того, как в 1988 году его сбил грузовой вагон. Доктора предсказывали, что мужчина долго не проживет, и они очень сильно ошибались. 19 лет спустя Ян очнулся в совершенно другом мире. Ему было очень трудно принять новую реальность и приспособиться к ней. К сожалению, Ян умер 2 года спустя из-за сердечного приступа. Кома длиной в 20 лет. В 1984 году Сара Скентлин была сбита грузовиком. Она получила серьезные травмы и была введена в состояние искусственной комы, в которой провела 20 лет. Женщина не могла реагировать, есть и обслуживать себя. Она была буквально заперта в своем теле. Но внезапно, в 2005 году, Сара заговорила, после чего ее окрестили медицинским чудом. Ром Хубин. Ром Хубин был 23 года заточен в своем теле. Он мог слышать разговоры других, но не мог двигаться или говорить. Врачи говорили, что мужчина всегда будет находиться в таком растительном состоянии и не сможет ничего чувствовать или слышать. Прошло 23 года. Однажды неврологи решили просканировать мозг Рома, и они выяснили, что его мозг продолжает функционировать. Тогда они дали мужчине оборудование для общения, и Ром стал вести более полноценную жизнь. Женщина, которая уснула и проснулась 40 лет спустя. В 1963 году 50-летняя Энни Шапиров пала в кому. Когда спустя 30 лет она очнулась и взглянула на себя в зеркало, то просто не узнала себя. Поначалу ей было трудно привыкнуть к новому для нее миру, но спустя 2 года терапии она смогла начать самостоятельно есть и даже ходить. Кстати, а вы уже подписались на мой второй канал Ренат Гуглов? Если нет, прямо сейчас подписывайся, переходи и подписывайся, и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. А на этом канале следующее видео уже завтра. Увидимся, пока!